Всем привет, дорогие друзья, с вами Злоба и в преддверии крупнейшего события чемпионата мира по Free Fire мы решили поспрашивать у наших любимчиков, профессиональных игроков, их мнение по поводу регионов, фаворитов или аутсайдеров данного чемпионата. И сегодня у нас в качестве гостя Зармара. Привет, Зармара. Привет, всем привет, привет, Злоба, всех зрителей тоже приветствую, всем салам алейкум. Ну что, Зармара, к сожалению, конечно, СНГ команды не поедут на этот чемпионат мира, но тем не менее, такое событие нельзя пропустить. И сразу первый вопрос к тебе, это как, по твоему мнению, изменится мета и кому на руку в первую очередь, что вы не смогли посетить данный чемпионат? Ну, на руку в первую очередь фаворитам, тем, кто претендует на первое, второе, третье место, потому что, я думаю, уже на протяжении двух чемпионатов мира наш регион доказал, что он в числе в тройке лучших как минимум. Поэтому, я думаю, команды-фавориты будут рады, что мы не едем. А кто, по твоему мнению, команды-фавориты, либо регионы? Например, Бразилия, либо, может быть, сейчас Европа начала более уверенно играть. Как ты думаешь, кто на этом чемпионате удивит или кто вообще не придаст, скажем так, не задаст тот темп, который от него ожидают? Ну, главные фавориты для меня, это, конечно же, Бразилия и азиатские регионы, в том числе Таиланд. Те же Феникс и Евос Феникс, прошлые чемпионы мира, точнее, нынешние чемпионы мира. И, ну, Европа, если честно, тоже может удивить, но у меня, ну, я не ставлю на них никаких ожиданий. А если коснуться опять поближе, вот именно Эвос Феникс, да? Многие говорили после того чемпионата, что им везло с зонами, что изначально они вот на стадии плей-ин, стадии вот этих разыгровок, они не показывали вообще все свои силы, и что им просто повезло, что они выиграли тот чемпионат. Ты считаешь, это все-таки было не везение, и сейчас они так же уверенно сыграют? Или все-таки на этом чемпионате им уже не получится ворваться в топ, скажем так? Ну, я считаю, что факт везения действительно присутствовал, потому что, ну, реально видно было, что зоной парням везет. Но, однако, нельзя сказать, что они забрали этот титул незаслуженно, чисто на везение и так далее. Потому что любую перестрелку 4 на 4 они вывозили совершенно спокойно. Поэтому они действительно заслужили первое место. И я думаю, что они реально опасная команда, которую нельзя списывать за счетов. Ну, вот ты, как, наверное, самый опытный человек в качестве выступления на чемпионатах мира, ты поиграл и в плей-ин, и в финальной стадии. И вот как ты считаешь, все-таки, насколько сильное вообще там психологическое давление на игроков, и насколько отличается именно игра тех команд, которые поиграли на плей-ин и вышли в финал, или те команды, которые сразу попали в финал? Кому удобнее, кому легче адаптироваться? Мне кажется, все же, если ты уже сыграл в плей-ин и немного приноровился к той обстановке, мне кажется, им чуть-чуть полегче в финале играть. Потому что на своем примере, это вот первая катка, когда на чемпионате мира в финале мы играли, это была единственная катка за все время, где у меня действительно руки дрожали от нервов, что вот мы там, что-то пойдет не так и так далее. После первой катки уже все нормально пошло, поэтому я думаю, тем, кто в плей-ин играл, им чуть-чуть полегче в финале. Ну, если ты прошел, конечно. Тогда такой вопрос. Будешь ли ты смотреть чемпионат мира вообще? Да, безусловно, я смотреть буду, и будет интересно посмотреть. Надеюсь, выигрывает не Феникс. Ну вот, кстати говоря, надеюсь, выигрывает не Феникс. Я знаю, что вы, вообще игроки вашей команды Майн Геймс, вы активно общаетесь со многими зарубежными профессиональными игроками, и с бразильцами общаетесь, и с арабами общаетесь. И вот есть ли у тебя команда, за которой действительно тебе будет приятно поболеть, и которую ты бы хотел видеть в качестве чемпиона мира? Ну, я хотел бы видеть чемпиона мира Флюкса, но они, к сожалению, не прошли. Однако, вот, вторая команда, наверное, тоже из Бразилии, вот это, по-моему, в его Кейт прошли. Мне очень нравится эта команда, я, наверное, буду за них валить. За Лаут не буду, Лаут не хочу. Ну все, огромное спасибо тебе за такое кратко-насыщенное интервью. Будем рады тебя видеть на следующих сезонах Free Fire, поэтому, надеюсь, вас эта ситуация только закалит, сделает сильнее. И еще раз спасибо тебе, что сегодня дал нам свои комментарии. Спасибо и тебе, всем пока.